Я приехал, чтобы скорее поразвлекать вас, потому что не собираюсь серьезно затачиваться под какие-то проблемы, хотя и буду говорить о достаточно серьезных вещах. Давайте начнем. Я продолжу. В прошлом году мой коллега Валерий Папакуль выступал на этой площадке, рассказывал о нашем маркетинге и скорее фокусировался на наших клиентах. Сегодня я хотел бы продолжить тему Валерия и поговорить немножко о внутренней кухне, которая в конечном итоге приведет нас к клиентам. Религиозный маркетинг. Почему эта тема? Не так давно я встретил одного хорошего знакомого, который сказал, Саша, слушай, ваша фирма похожа на такую религиозную секту в хорошем понимании этого слова, и ваши клиенты такие же. И меня как-то это зацепило, я подумал, какого черта, надо поковыряться в этой теме. И чем же, собственно, характеризуются секты? В первую очередь секты характеризуются тем, как они работают с привлечением клиентов. Они апеллируют не к сердцу, не к разуму, а к подсознанию. И звучит это как религиозный маркетинг. Классно звучит ведь, правда? Мы, наверное, тоже стараемся что-то похожее использовать, когда говорим о нашей работе. Зависимость похожа на наркотическую. Ребят, ну это же здорово, если ваши клиенты скочат на иглу вашего сервиса и никогда не соскочат больше. Вы, это клиенты на всю жизнь. Если ваши сотрудники будут работать всю жизнь, классно работать. Если им за это платить не надо много. Это вдохновляет, правда? И наша задача, чтобы так было. Поэтому попасть в секту легко, выйти из нее сложно. В сектах, когда приходит новичок, старые члены окружают его заботой, любовью. Они дают почувствовать вот эту особенность. И у секты мунитов есть даже такая формулировка. Бомбардировка любовью. Классно, звучит ведь здорово. Бомбардировка любовью. Следующая черта, то, что каждому члену секты дается понять, что он исключительный, он особенный. А у некоторых сект есть фокусировка на том, что это избранные люди. Разве не так мы делаем в наших командах? Мы говорим, слушайте, ребята, наши сотрудники, вы классные, вы суперские. Вы можете делать самые сложные проекты. Своим клиентам вы говорите, вы особенные, вы прекрасные. Платите только деньги. Но, говоря о том, как это работает в юридической компании, в адвокатском бюро, в любой компании, в любой команде сотрудников, мы пришли к пониманию, что начинать нужно с себя, с партнеров. Потом работать с сотрудниками. И только потом мы доходим до наших клиентов. Я обожаю вот эту фразу, когда, не знаю, сказал ли ее господин Розенбаум, может быть, он даже пропел эту фразу на каком-нибудь концерте. Но, действительно, культура кушает стратегию на обед. И я всегда раньше думал, что чем более разные партнеры, тем это лучше для фирмы, тем это лучше для партнерства. Но я, в общем-то, ошибался. В любом случае, скорость группы бегущих определяется скоростью последнего бегущего, последнего бегуна. И если он бежит не в ту сторону или бежит назад, вся группа тоже не достигает своих целей. Поэтому, если мы хотим организовать культуру компании надлежащим образом, ваши партнеры должны разделять ваши ценности, ваши принципы, ваши цели и способы, то, как вы работаете. Точно так же нужно поступать и с командой. Мы когда-то договорились о том, что нанимаем к себе сотрудников, которые нам понравятся. Заметьте, я не говорю, что они обладают профессиональными знаниями, опытом и так далее. Поэтому каждый из наших партнеров достаточно много проводит времени, если мы нанимаем нового сотрудника, общаясь с официальным кандидатом. И только после того, как каждый из нас, а нас пятеро получается, скажет, что окей, тогда мы решаем вопрос по всем другим показателям. И после этого принимаем решение о приеме человека на работу. Казалось бы, простая вещь. Значок. Если человек носит значок, значит он гордится своей фирмой. Ему не безразлично, где он работает. Если он не носит, у вас есть повод задуматься, нужен ли вам такой человек. И вот теперь мы перешли, собственно, к клиентам. Добрались до клиентов. Ответить на вопрос, кто ваши клиенты, крайне важно. Мы работаем с бизнесом. Тем не менее, мы потратили многие часы, определяя, кто наш клиент. Бизнес, компании, инхаусы. Кто наш клиент? Для себя мы определили, что нашим клиентом является, в Беларуси, по крайней мере, является человек, который занимается бизнесом. Владелец бизнеса, не управляющий бизнесом, а именно владелец бизнеса. Почему? У него власть, у него деньги, он заказывает наши услуги. И в работе с командой наши коллеги говорили о том, что мы едем на производство, смотрим. Мы тоже едем на производство. Мало того, мы приглашаем наших клиентов выступить перед нами, рассказать о своем бизнесе, показать, как они гордятся этим. Со своей стороны мы тоже показываем, что для них мы свои. То есть вот эта работа, она повышает уровень доверия, дает им понять, они чуют, что ты одной крови с ними. И в этом рождается доверие. От этого появляется новая работа. Кроме того, мы для себя определили, что обязательно нужно увольнять плохих клиентов, освобождая время для лучших клиентов. Нежно передайте своих плохих конкурентов, своих клиентов, своим конкурентам. Пусть мучаются. Пусть ваши клиенты, лучшие ваши клиенты чувствуют свою избранность. В заключение я хочу сказать, что я начал гордиться своей фирмой несколько лет назад. Нам в этом году 10 лет. Но вот я почувствовал, что я работаю действительно в классной фирме года три назад. Почему? Не тогда, когда мы попали в рейтинги. Мы давно в верхних эшелонах Чамберс, Лигал 500 и так далее. А тогда, когда я понял, что собралась команда людей, которые умнее меня, и которым, собственно, я нужен лишь для того, чтобы немножко их вдохновлять. Собственно, чего и вам желаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.